добрый день сегодня расскажу вам о такой для меня очень важной животрепещущей проблеме как разгон ракетки при ударе с двух рук я не отступаю от своей темы я постоянно рассказываю про ударе с двух про удар с двух рук это мой любимый удар вот и в настоящее вас последнее время я вижу что все больше и больше тенденция меняется раньше дети играли гораздо лучше именно с двух рук а справа удар у них был хуже сейчас слава богу все российские дети поменялись они гораздо лучше стали играть справа и все меньше и меньше внимания уделяется игре с двух рук вот но этот удар не так также очень важен и выходя на взрослый теннис если у вас есть проблемы с какой-то стороны то профессионалы когда начнут бороться уже на высоком уровне за деньги они не будут играть сами по всему корту а найдя какое-то любое ваше уязвимое место они просто сядут своими плотными ударами в это место и заставят вас совершать невынужденные ошибки или терять позицию так вот одним из самых уязвимых мест в ударе является разгон ракетки то есть область та область которая происходит сзади сзади до контакта с мячом и так начнем с того что допустим вы достаточно правильно опускаете ракетку под мяч после того как вы сделали шаг на мяч и перенесли вес тела на переднюю ногу вы опускаете ракетку вниз под мяч делайте это я делаю это левой кистью правша делает это правой кистью делается это очень просто кисть опускается вниз ни в случае не закрывается при этом плоскость. Следующим очень важным движением, о котором я хочу поговорить, это движение моей левой кисти, а у правшей правой кисти движение кисти наружу, которое позволяет ракетке, головке ракетки, уйти немножко назад за бедро и супинировать, супинировать одноименное предплечье, развернуть его, создать необходимую эластичность предплечья, которая потом на выносе, на движении вперед отыграет вверх головку и создаст необходимый контроль струнной поверхности и мяча. В движении это выглядит примерно так. Вы сделали шаг на мяч, опустили, вывели кисть наружу, развернули бедро и прошли локтем. В быстром темпе выглядит вот так. Вот при таком движении головка вот в этой области набирает очень высокую скорость. И даже если мяч, соперник сыграл очень плотный мяч с отскоком близко к вам, и у вас мало времени после отскока, чтобы вынести ракетку в точку удара, вы успеваете набрать необходимую скорость головки, чтобы не просто отыграть этот мяч, а атаковать его. Субтитры создавал DimaTorzok